Доброе утро, я уже заканчиваю свою тренировку, легкая гаджа, разминка и вперед готовиться к Новому году, наводить красоту и параллельно работать. Очень люблю педикюр, потому что руки свободны, можно заниматься своими делами в телефоне, маникюр так наполовину, а вот на ресницах уже ни хрена не сделаешь, приходится лежать, мне даже разговаривать нельзя, потому что у меня очень продвижные веки, они сразу открываются, у меня клей попадает в глаза, вот, короче, не судьба. Ну ладно, надеюсь, все успею сделать до ресниц, куда пропали ваши сообщения, что за приколы в инстаграм, а вот. По поводу номерков, не пишите мне, пожалуйста, я не буду каждому высылать номеров, будет дана ссылка, по которой вы пройдете, найдете свой ник и свой номер, которому будет прикреплен он. Поэтому не надо мне написать в директ, ссылку я выставлю только перед стоп-конкурсом, потому что, чтобы злопыхатели ничего мне не испортили, вот. Поэтому терпение, у меня все по-честному, можете даже не переживать, все безопасно и подконтрольно. Если произошел зажжет, что делать позже? Какой разгруз, начинайте сначала, всегда. Приебался, начинай сначала, все. Заново диета, заново тренировки, никакой разгруз, ничего не надо. Ты разгрузишься, так, ладно, почувствуешь, и потом, ах, как быстро я сходнула. А это все обман, просто водичку скинешь. И опять пожрешь лишнего. Поэтому все начинаем сначала. Не надо сначала нагружать желудок, мучить. Потом его вообще лишать всего, разгружать и пить один кефир. Это неправильно. Абсолютно. С наступающей волосой я тебе расскажу про ли политический эффект есть на внутренней части бедра. На внутренней части бедра жира у меня нет. У меня там мышцы и деформированная левая нога лишь потому, что я пять лет занималась пилоном. Всегда упор был на левую ногу. Левой ногой я цеплялась, правую сверху. И там вот так вот произошла деформация. И уже это я никак не исправлю. У меня жира нет, поэтому никакие ли политики мне не помогут. Колоть ли политики и тем людям, у кого процент жира в теле менее 25%, как оно и должно быть, противопоказано. Если более 50% жир, то конечно. А если менее, то смысла колоть ли политики нет. Абсолютно. Лучше делать ручной массаж. Он будет полезен. Ну это от галифе и внутренней части бедра. У меня даже ляжки не соединяются, когда я хожу. Что там колоть? Я попробовала на свою голову. Меня потом наругали, сказали, что дура что ли? Пассажира нет, что там колешь. Слава богу, ничего страшного не произошло. А могло бы было. В конкурсе ваш очередной развод для лохов. В чем развод? Скажите, пожалуйста, вы вообще знаете суть гивов? Для чего они создаются? Люди, спонсоры обращаются к человеку, у которого много подписчиков. Идет взаимная работа. Они платят деньги для выигрыша. Создается определенный фонд. Складываются. Ради этого выигрыша каждый из тех, кто будет подписываться на спонсоров, должны выполнить свою функцию. Что сделать? Просто ставить лайки. Даже если они не ставят ленивые жопы. Хотя ради этого денежного приза нужно потрудиться, понаблюдать за спонсорами и поставить лайки. Только тогда твоя совесть будет чиста. И ты честно выиграешь. Космос все видит. Денежки на Новый год. Ну тут извините, тут уже как повезет. Все выиграть не могут. Такова суть конкурса. Понимаете? Каждый не может быть победителем. Я надеюсь очень сильно, что победит достойный человек. Не халявщик, который подпишется в последний день конкурсной страницы. Реально активный подписчик, который подписался с первого дня до услышит меня космос. Который лайкал все посты. Участвовал во всех конкурсах. Для чего это делается? Для того, чтобы люди знакомились с новыми людьми, которые заплатили за это деньги. Да? Знакомились, общались. И тем самым увеличивали им подписчиков. После того, как конкурс заканчивается, почему дан месяц? Для того, чтобы эти люди, которые подписывались ради денежек, ради выигрыша, которые те люди заплатили, которым нужно было подписаться, да, в течение месяца. Некоторые привлекают, некоторые влюбляются, некоторые находят для себя что-то интересное. И остаются у этих людей потенциальные кто? Клиенты, их услуг. Для этого все и делается. Мы свою работу выполняем. Вы выполняете свою. Я свою рекламную выполняю. Подписчики выполняют свою работу, своим вниманием. Я их за это благодарю, да, своей какой-то работой. Тем, что они имеют шанс выиграть денежные призы. Да? Спонсоры. Благодаря тем, что они скинулись на большую группную сумму. Да? Чтобы была мотивация. Вот и все. Что нечестного, я не понимаю? Что нечестного? Взаима работа, взаима пиар, взаима выгода. Что нечестного-то? Тебе что, сложно на страницу подписаться? Почитай человека. Почитать. Ну, не понравилось, отпишешься ради бога. А если понравилось? Знаете, сколько отзывов пришло? Что нереально крутые спонсоры и нашли очень много всего полезного и так далее и тому подобное. Поэтому тут, знаете, на каждый товар найдется свой покупатель. В данном случае спонсоры, это, ну, как бы грубо, это не звучало, это товар. А вы покупатели. Но не каждый покупатель хочет там брать весь этот товар. Кто-то останется с тем спонсором. Кто-то останется с тем спонсором. Но факт в том, что кто-то да останется. И это было нужно для этого. А тем самым спонсоры награждают денежным призом. В чем развод? Я не понимаю. Массаж ручной липосакса не помогло. Не, ручная липосакса помогает держать в тонусе, подтянутым. Это вообще не обсуждается. Что у меня страшные ляхи. У меня, говорю, одна деформированная. Ей ничего не сделаешь. Она просто, представляете, пять лет на нее воздействовало. Одно упражнение, которое ее деформировало. Это мне пять лет надо делать другое, чтобы она, может, как-то обратно вернулась. Моя ляшечка. Потому что правая у меня идеальная ровная. А левая у меня вот так просто чуть-чуть прогнуто. Вот и все. Тут даже дело не ручной липосакции. Нет, ручная липосакция мне очень нравится. У меня все всегда в тонусе. Никогда там не вылазит, никакие галифы, никакие там ушки. Кавитация хорошо. Ну, знаете, все хорошо. Все хорошо комбинировать. Все хорошо работает. Кавитация. И ручная липосакция. И кардио, и питание, и силовые тренировки. Да, и аэробные тренировки, и кроссфит, и плавание, и гимнастика. Каждому свое. Также массажи нужно менять. Кому-то этот подходит массаж, кому-то этот, потому что каждый организм индивидуален. Вот. Так что тоже пробовать всего по чуть-чуть. Пискать свое. Привет. Акваэробикой можно заменить заприк? Да я вот, я ж только что сказала. Можете заменить чем угодно. Для чего было создано несколько видов, даже не несколько видов, а сотни тысяч видов направлений. Для того, что не каждому человеку дано тягать гири, не каждому человеку дано бегать, извините меня, дистанции сумасшедшие, да, марафоны. Не каждому человеку дано там плавать, там, я не знаю, как его назвать, как кто, да. Вот. Каждому свое. Не каждому дано стать балериной. Не каждому дано там танцевать тверк тот же, да. Можешь хоть тверк танцевать, похудеешь, дорогая моя. Похудение зависит от питания. Нет физической нагрузки. А от питания. Физическая нагрузка лишь влияет, ну, чуть-чуть на похудение. В основном она влияет только на формы вашего тела. Вот и все. Если вы хотите просто похудеть, можете просто питаться с дефицитом калорий. Если вы хотите похудеть, чтобы ваше тело было упругое, красивое, посянуто, тогда уже вам необходимы физические нагрузки. Ну, это все. Что, что, что? Все правильно. У меня знакомая выиграла 10х. Конечно, кто тогда выиграет, но не могут же все выиграть. Правильно? Моя задача сделать это максимально честно, максимально прозраще. Мне все равно, кто выиграет на самом деле. Но мне все равно, если это выиграет нечестный человек. Я этого не допущу. Я не допущу, чтобы выиграл какой-то там фейк. Или выиграл какой-то непонятный чувак, который подписался в последний день на всех спонсоров. Я все это буду проверять. Я буду спрашивать из спонсоров, активно ли этот человек участвовал в их розыгрышах. Неактивно. Спонсоры каждого помнят. Каждого смотрят. Поверьте, для них это несложно. Они очень внимательные. Поэтому конкурс будет предельно честный. Победит тот, кто действительно этого заслужил. Тем более, мы со спонсорами уже третье место определили. Почему? Потому что сразу написали. Спонсор говорит. Одна девчонка такая молодец. С самого начала конкурса лайкает все фотки. Все посты участвуют во всех конкурсах. То есть, что девочка делает? Выполняет функцию гива. Повышает активность моих спонсоров. Все верно делает. То, что нужно было и для чего он был создан. Для поднятия активности тех людей, которые заплатили денежку. Да? Для вашего приза. Так вот. И другая пишет. Капец, да ладно. Ну, она скидывает ее ссылку в фотку. Она говорит, ой, прикол. Она мне тоже постоянно лайкает, там, комментарии пишет. Так приятно. Третья пишет. Четвертая. Короче, эта девочка писала и лайкала с самого начала конкурса абсолютно всех спонсоров. Писала в директ каждому. Общалась. Поддерживала, да, там. Вот. И мы реально определили, что даже без генератора чисел эта девочка заслуживает приз 50 тысяч. Даже если ее не выбери, да, если там не случайным числом не попадет. Вот. Мы по-любому определили третье место. Потому что мы реально собрались вообще, ну, все безумно честные. Я не знаю, кто подписан на меня давно, я никогда не вру, никогда. Мне все равно на самом деле. Мне даже говорят, подружки, Вика, как сделать, чтобы я выиграла? Я говорю, не знаю как, участвую. В смысле как? Ну, а что ты не можешь? Я говорю, нет, не могу. Вы понимаете, я настолько правдивый человек, настолько справедливый. И мне будет срать, кто там бабушка, мама будет участвовать. Победит тот человек, который заслуживает. И знаете, даже бы я запретила участвовать своим подружкам и всем остальным. Я говорю, ну, это будет нечестно. Ну, все равно я даже никому не докажу. Если ты честно выиграешь, я никому не докажу, что ты это сделал честно. Поэтому я запрещаю играть своим там знакомым, подружкам и так далее. Вот. У меня даже Руслан, когда в соревнованиях участвовала, говорит, Вик, а если бы ты была судьей, говорит, и вот я стоял бы там, какой-нибудь крутой чувак, ты бы мне первое место отдала. Я говорю, ну, если бы тот чувак был круче тебя, то, говорю, извини, первое место я бы отдала тому чуваку. Ну, вот просто настолько я не могу врать, я не могу обманывать, я не могу нечестно что-то проводить и так далее. Ну, это не мое. Я даже мысли себе какой-то плохой не могу допустить. Я не такой человек. Поэтому те, кто не верят, ну, это ваше право. Я за себя знаю, мне за себя не стремно, мне за себя не стыдно. Поэтому в любом случае я знаю, что победить достойный человек, который этого заслуживает, потому что всеми своими, да, волшебными способностями посылать мысли в космос я это сделаю. Вот, я очень хочу, чтобы этот приз реально помог человеку изменить его жизнь. Может, как-то не просто там потратить его, не знаю, прогулять. Нет, этого не должно быть. Я считаю, что эти деньги должны принести невероятную пользу тому человеку, который выиграет. Привет-привет-привет-привет-привет-привет-привет. Ладно, я пошла собираться. Готовлюсь к первому сезону бикини, самостоятельно готовилась. Но порекомендовали тренера, он говорит, что к соревнованиям процент жира должен оставаться 8%, но это же мало. Детка, это бикини, ты как хотела, там все жестко, всем плевать на твое здоровье, поверь, всем начихать. Как ты себя будешь чувствовать, правильно это или неправильно, ему надо вот так, чтобы ты выглядела, значит, ты должна так выглядеть. Поэтому я вас предупреждала, дорогие мои, это, ой, еще увидишь, еще все прелести за сценой посмотришь, еще нарадуешься этой сценой. Все приходит с опытом на самом деле. Если ты не знаешь, если хреновый тренер у тебя, если ты сама не разбираешься, то потеряешь очень много здоровья. Поэтому ищи хорошего тренера, грамотного тренера, который не будет говорить о том, что на соревнованиях нужен процент жира 8%. Ну это на самом деле чушь собачья, минимум процентов 15, ну никак не 8. Все честно, я у одного спонсора выиграла скидочку, спонсоры суперские, спасибо большое. Сейчас на три ваши конкурсные страницы. Конкурсные страницы это уже не мои, это уже фейковые страницы, это специально созданные страницы, которые хотели заблокировать меня, которые хотели сделать так, чтобы разбудить вас недоверие ко мне, да, всяческими способами мешали мне провести этот гиф, но я же намного хитрее, намного умнее, поэтому я все сделала по-другому, но все сделала честно и все по правилам. Вот, есть другая секретная страница, на которой есть все спонсоры, все подписчики, да, из которых мы будем определять победителем, генератором чисел, там уже присвоили каждому номерок ссылочку на там, где присваивали номерки, да, я чуть позже скину, поэтому не переживать. Все, уже рука отсохла, уже нужно собираться, все, всех целую, спасибо за внимание, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok